Восьмая глава, первые 14 стихов, которые благословения, чтобы они принадлежали нашим семьям и нашим детям. Но я хочу тебе напомнить, мы не можем исполнить закон, но нам принадлежит милость. И милость в том, что мы слышим Духа Святого, мы его можем услышать, если мы это желаем, мы его можем найти, если мы ищем его. И первые слова 28 главы, которые все знают эту главу как главу благословения про Лятия, Там сказано, если ты будешь слушать и послушаться. Все зависит от того, что ты слышишь. Но человек так создан, что он может слышать и не слушать. Кто так умеет? Я так умею. Можешь слушать, но ничего не слышать. И можно слышать. И услышать. И не послушаться этому. Мы могущие. Мы не всему послушаемся. И в этом и трагизм иногда. Если мы послушаемся правильным вещам. Даже если нам это не нравится. Это тогда приносит нам благословение. А если мы не послушаемся. Тогда это приносит нам трагедии. И Бог любит нас. Ты веришь этому? Бог любит. Он хороший. Он хороший. Всегда хороший. Всегда. Всегда. И он нас создал для хороших дел. Скажи. Он меня создал для добрых дел. Во Христе Иисусе. Он создал нас. Во Христе Иисусе. Это для добрых дел. Не как-то просто. Просто так создал. Но мы новое создание. В Христе Иисусе. Чтобы мы делали эти добрые дели. Те дели, которые Иисусе заранее приготовил для нас. И что это за добрые дели. Мы иногда думаем, что это просто какие-то добрые дели. И мы их делаем. Когда ты заходил, ты прочитал. Суповая кухня. И это совсем не так просто. Получить этих добровольцев туда. Ты бы хотел попробовать прийти на кухню, почистить картошку. Есть такие, кто приходит. Но не часто так хочется приходить. Там разные дела надо делать. Если тебе за это не платят. И спрашивать, чтобы ты это сделал хорошо. Это не так уж просто. Для всех. Добрые дели. Добрые дели. Что такое добрые дели? Девоварда и те, кто говорит. Божьем слове сказано. Пабли вестуле Тимоте. Вторая вестуле. Вторая вестуле. Вторая нодађа. 15. Вторая глава. 15. Тих. Нэ. Нэ. Стехшу. 19. Панц. 12. Тих. Та чустипрēся. Диева памats pastāv ar šādu зимогу. Tas кунгс пазвист савеjos, и оттурс, но нетайсноба сиквенсказ, даудз на таву кунга варду. Я хочу шедневно поверить мусу узманинку. Там, кое мы слушаем, и там, кое мы работаем. Дивы на твердое основание Божие стоит иметь печать сию пазнал Господь своих и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. Та татруна исповедуетесь, латвийский бит така, слуденот, ja? У талак Дивы сак рунак. И дальше Бог говорит. Через Павла. Лиалā нама не тиквен зелта и сидра патрауки, а рей кока и мала, и цити годам, а цити не годам. В большом доме есть сасуды не только золотые, серебрены, но и деревянные и глины, и однив пачотнам, а другие в низком употреблении. Литам, тад виņш був патраукс годам, свето дерегстам кунгам, сатайсīтся и катрам лабам дарбам. И так, кто будет чист от себя, тот будет сасудом в чести, освещенными, благопотребным, владыкай, годным на всяк доброе дело. Пече ракст 20 панта. У этого 20 стиха. Еси дзиддейш совос 25 тиски годов, ес дзиддейш даж скаидрой. В течение своих 25 лет в вере я слышала разное объяснение этому. Многие говорят так, они прочитали этот стих. Я, наверное, сосуд. Я, наверное, тот, который не для чести. Бог меня таким создал, для нечестия. Он, что с вами фантазией, певел, клятая, пависам, лилтая. Цик он, наверное, успеет издомать то, что нечестия. Из своей фантазии он добавляет, как можно больше этого нечестия. Тебе твой неизбеж, что ты зимаешься, пависам, слегка. Разве тебе так не бывало, что ты сам себе рисуешь очень плохим? Если ты сам не рисуешь, то кто-то другой тебе такими рисуешь? Да, мы разные. Как будто кто-то из золота, кто-то из дерева, кто-то из глины. И последняя была из глины. Куда-то из песни, как из глины создал я. Ну, значит, мы эти последние сосуды. Тадо несмуха краса. Такой некрасивом цвете. Тадо тросли. Такие хрупкие. Ва не? Варбут так, как, вербут сам иеплисс. Может быть, протекаем, может быть, где-то плещина. Да. Но Бог здесь говорит иначе. Да, мы такие. Но, да, это было сказано, что каждый из нас должен отступить от неправды. Да. 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 Ты делал Божье через Иисуса Христу. Ты может быть горсты. Ты можешь быть с удом гляти чести. Ты можешь быть с удом гляти чести. Если ты будешь держаться от каких-то неправильных дел. Ты можешь сказать, да, я пробовал, но мне не получилось. Нетлаид. Но по упорству. Неостанавливаюсь. Тебе дадут великое богатство. Тебе дадут Кресту. И он на Христиане дадут самую важную, самую дорогую. Он дадут свою жизнь, свою кровь. И теперь мы можем свою ум обновлять в Иисусе Христиане. Но мы должны смотреть на Христа. Именно так же, как Моисея раньше велел смотреть на медного змея. И те, которые смотрели на него, они получили исцеление. Смотри на Иисуса. Думай. Позволь Духу Святому говорить. Будут вещи, которые ты еще не будешь понимать. Но будут вещи, которые просто Дух Святой будет говорить, и ты должен будешь их сделать. В течение 25 лет у меня было много примеров, где я слышала, и послушалась, и слышала, и не послушалась. И мы должны учиться из всего этого. Но, если мы отказываемся от этих неправильных дел. 21. Позвольствия. 21. Позвольствия. 21. Позвольствия. 22. 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 Позвольствия. у меня нет сил, но Дух Святой, он тебе дам, начинай говорить с ним и послушаться ему. Будут вещи, которые ты не будешь понимать, но если ты поймешь, что это Дух Святой, кто говорит, и ты послушая послушаться будешь, тогда ты войдешь в благословение. Я скажу, что на прошлой неделе оно случилось, и в эту пятницу я была такая радостная, я пришла на вечер монетовые поклонения с такой благодарностью. По средам у нас пастырские собрания в Риге с пастыром Алексеем. И так как я тоже пастыр. И у меня большая забота на счет этого дома. И каждое поездка стоит 50 евро. Я думаю, ну, я край. Важно, бэрни с тобой устойщит, вважно, куда я тут браукушу? Я думала, ну, надо ка пить у нас ремонта, детская, ну, что же я там поеду? И я решила, что на этот раз я не поеду. И я буду таким хорошим пастыром. И я сэкономлю 50 евро. Но я чувствовала, как Дух святой среда утром говорит мне, тебе надо поехать. Я это чувствую, но чувствую чувствами, но я говорю, Бог, говори через свое слово. И я сказала, Бог, я обращаюсь к тебе сейчас, как дитя. Мне сейчас нужен ответ. Не весь гудрес, истерзаймс, не весь шоусмейкс мацыбс. Мне не какого-то мудра учения, а подтверждение тому, что Дух святой говорит со мной. Я понимаю это правильно. И мне надо быстрый ответ. И я открываю Библию. И я читаю. Та венмир не вважно делать, но видишь, что ты рунок. Ты венкратно, как Библия, как сарун, как татс тулкошанс, ну, так как тулки старп дебесим и землю. Это не всегда так происходит, но иногда Библия, она как переводчик между небом и землей. Есть время, когда она тебе материал для учения. Но в тот день мне нужен был просто ответ. И я открываю, что это место, где Давида. И я открываю, что это место, где Давида. И я принесу жертву на строительство храма. И он, что говорит, что это за себя, я добавляю. И он там принес много жертв. И я как для себя поняла, что я должна поехать на эту встречу, я должна остаться на служении, я должна принести жертву. Какую? Я еще не знала. Ну, у меня особо ничего там не было такой большой жертвы, уже 50 евро уходить на дорогу. И я поехала. Ну, макитая, сапуц, как макитая, сапуц. Ну, встреча, пастерская, как встреча. После этого служения. Сапсит, кулдизнек, вакаре скатаешь то, что Девкалпом, я? Вчера в кулд, беги, смотрели это служение. Ну, тут я вас отцарат, макитая, Сергей, изъедет лаука, он сакан, ну, а, тие, что, ракствует? Вы вспоминайте, что пастер Сергей, он вышел на сцену и начал проповедовать именно на это местописание. И я как услышала это, у меня почти что волосы все дыбом стали. Я поняла, что я в правильном месте и в правильное время. И я услышала святого духа правильное. Ну, я знаю, что это благословение для меня. Ну, зините, как мы с ним религиозно. И, знаете, часто, ну, иногда мы религиозно берем... Жертву в руку, мы уже в кошельке посчитали, что можно, что нельзя. И я тоже, у меня уже что-то было в руке. И когда я услышала это слово, я думала, нет. Надо еще что-то взять от себя. Я взяла еще что-то, я не запроту, как это все. Но я до конца так не понимала, что это такое. Но я знаю, что это благословение. Потом я поехала домой. У меня было впереди спонсор. Ну, он ехал быстро, ну, я за ним. Я ехала почти всю дорогу туда и обратно на 120. Песня, на окном ритам, я масту кулдегу. Я тут, ну, лекции сласила, я уже кулдегу. Я тоже была лекция читать в кулдеге. Я тоже туда довольно быстро ехала. Пусть четвертого кончились лекции и был ужасный дождь. Такой дождь, что я почти машину не видела, которая стояла через дорогу. Теперь я дохожу до этой машины. Ну, мне надо было ехать до магазина, кулдеге. Пусть четвертого я хотела поехать к пастеру Валдесу. Кае, я браку тупо кулдеге. И я подъезжаю ближе кулдеге. У меня тут, конечно, таза уден, таза лекция, ну, таза лекция, ну, таза лекция. Таза лекция. Там такое, да, шатар, как... Валермено, но и такой слой воды был на асфальте. Я браку тупо кулдеге. Ну, я уже как меет, ну, варану брауци. Я браку тупо кулдеге. Вису, 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 пусу, таза лекция. Я не буду гаидов, что... И я так, как проезжаю через эту большую лужу, там было очень много воды. Ну, пекшем, а стур, а я изне грозу. И вдруг у меня руль больше не крутится. Ну, вы, знаете, как, вековая машина... Руль крутился, как в советских машинах очень-очень трудно. Ну, парадас, ман, маза, маза татс лампи, парадас, когда аккумулятор не срадов. Вдруг у меня показывается маленькая лампочка, как будто у меня аккумулятор не работает больше. Ну, я с самого брата думаю, что это все связано с водой. Ну, я изслежу, иедарбину, иду. Я включаю, выключаю, включаю обратно, работает, но лампочка горит. Я, как будто бы, это аккумулятор, так как прадас, мне много было, я думаю, что это не может быть. Мудрые, я таза машина, браутся, браутся из макитая вальдия, как вибрия. И я думала так, если эта лампа горит, тогда мне надо быстро поехать к пастеру вальдишу, хотя бы мужчина, кто может посмотреть машину. Ну, мы, как я, тицейки человек, мы веном иером, мы подзарим кафе, и тогда я вам скатить, что это машина. И мы, как верующие люди, очень спокойно, так пьем кофе. Места пьем 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 пьем. Валдиз отверт, кафе, кафе. И говорят, ужас, как ты вообще могла доехать до нас? Ну, я начала объяснять, что там было с этой водой. И он говорит, это никак не связано с водой. Ну, как, это все было в луже, я там и остановилась. И он говорит, это никак не связано с этой лужей. У тебя одна деталь полностью сломана, тряпки. Это просто было случайностью. Я ехала медленно, на повороте. Все случилось очень медленно. Но если бы я ехала на 120, в темноте очень смело. Тогда, во-первых, я могла машину полностью сломать, мотор. И не сказано, что еще могло случиться, если бы это было на обгоне, что я не могу повернуть руль больше. Бог, он хороший. Есть какие-то силы тьмы, которые идут против тебя. Потому что дорога Иисуса – это тоже и страдание. И по этому пути есть и проверки. Я не могу вам проповедовать, что тогда, когда вы встретитесь с Иисусом, тогда все будет идеально. Там все хорошо кончится. Но по пути будут разные дела. Но если ты будешь слышать Духа Святого, ты даже не будешь понимать, зачем ты это делаешь, но ты просто послушаешься, и ты будешь знать, что Бог, он хороший. И ты позволишь Богу работать с тобой, тогда ты будешь сам этим добрым делом. Я сама для себя сделала доброе дело. Я должна была быть в Риге. Я должна была принести эту жертву. Я не знаю, почему, но я верю, что все это послушание, потом сработало у меня как спасение. Я не могу вам сказать все мелочи. Я не понимаю все это до конца. Но я знаю одно. Послушаясь Духу Святому, ты пройдешь через все лужи. Через все долины, через все пустыни. Даже если Святой Дух ведет тебя в пустыню, и дьявол с тобой будет говорить. У меня тоже так в Израиле случилось. Я была в пустыне. И там для меня тоже были разные испытания. Но я победила их. И я скажу так, это было нелегко. Надо было сломить себя. Надо было войти в смирение. Но я знала, что это Святой Дух. И в эту пустыню... Он помогает преодолеть все вещи. Нам надо слышать Святого Духа. Но не Святом, как тебе говорится, но не... Атурайтесь, но нетайснение к вену. Не, атурайтесь, но нетайснение к вену. Девятнадцатом сказали, что мы должны были отступить от неправды всякой. Но Святой Дух, он всегда тебе принесет правду. Он Дух правды. Тебе по логике может показаться, что что-то там совсем не так. Нетайснение. Неправда. Что такое неправда? Мы можем, послушаясь Духу Святому, принимая Евангелие, смотря на Иисуса, мы можем из самого плохого сосуда стать сосудом чести и быть готовыми для этих добрых дел. Но мы не всегда понимаем, что именно это означает добрый делом. Потому что только Бог добрый. И Божий Дух может сказать нам, что такое добрый. Если у нас нет времени прислушаться, что Он говорит, тогда мы сами по своей жизни боремся. Но Бог, Он дал что-то другое для нас. Он дал нам победу. Добрые дела. Мы приготовлены для добрых дел. На прошлой неделе я говорила о времени. И дальше, в третьей главе написано, что последние времена будут тяжелые времена. То есть, если у нас есть последние времена, или нет? Второй стих. Второй стих. Неблагодарные. 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 Да. И Бог помоги мне очиститься. Светлая, помоги мне нет самого силы. И далее сказано. Тааааааааа. Тааааа. Светлая, помоги мне очистить. Человеку всегда может познать истину. Но ему надо просто сесть, помолиться. Получить вверх. Почитать слову. Послушать проповедь, и тогда ты познаешь истину. И тогда ты должен сделать это. Но есть люди, которые просто учатся и учатся и не используют то, чему они научились. Они не меняют свою жизнь. Но они выглядят очень благочестивы. Они знают все законы. Только сами не выполняют. Но все другие. Но все другие судят. В прошлой неделе я сказал одному человеку. Он пытался со мной говорить на счет этих событий в Украине. У каждого человека есть свое мнение на счет этого. И каждый из нас ходит со своими обстоятельствами. И я сегодня не желаю глубже входить в эту тему. У меня тоже есть свое мнение. И у меня есть свои аргументы. И этот человек, он тоже служитель, христианин. И он мне спрашивал, что я думаю на счет этого Турчинова, который в Украине, он баптист. И почему там все происходит так, как происходит. И я сказала этому брату. Не введи меня в то, чтобы я начала судить. Я не желаю судить. Здесь в этой книге никак не сказано, как должно было быть на Украине. И я могу ошибиться в этом, потому что я не знаю мотивов. И я не желаю быть судьей. Потому что судья на небесах. Но одно здесь написано для меня. Не суди. Я не слушал меня. Он был так накачан, что он хотел продолжить этот разговор. Я сказала ему, отходи от меня. И тогда он отошел, представив то, что я могла сказать. Что я могла сказать? Отходи. Я не сказала это. То, что ты, может быть, тоже подумал. Я тоже и в этом не хочу его судить. Но я не желаю это слышать. Я хочу остаться сосудом, который Бог может использовать на добрые дела. Насчет человека сказано. Что человеку портит не то, что входит в него, а то, что исходит из него. Я иногда смотрю, как христиане тоже они рассматривают и думают. Но часто эти люди немало читают слово Божие. Или так, как здесь сказано, учатся. Учатся сами, учат других, но сами не делают. Почему? Потому что они эту истину, они не выполняют ее. То, что исходит из человека, это портит человека. И если мы желаем остаться сосудами, которые Бог может использовать, тогда мы должны контролировать. Что исходит из нас? Не, ну, тебе просто можно изъять какой-то, ну, не все хорошо. Но тебе просто можно изъять какой-то. Ты человек. Ты сможешь выходить что-то не так хорошее, когда ты сердишься в гневе, но это не всегда. Да. Но самое главное, чтобы ты сожалел об этом. И чтобы ты хотел изменить свою стаду. И ты хотел бы изменить свою сердцу, потому что... Твоя сердца, это твоя сосуда. Та сирт рауга стаду. Все прав. Все прав. Не вернется вдольте. И теперь вернется за вторую главу. 13. пантера теится, «Я мес несем устицеги, виņш полега устицеги, jo виņш не может себе пащу аизлета». И в 13. сказано, «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречеси не может». Каков он Бог? Другой говорит, «Он строгий судья». Кто-то говорит, «Он очень милый отец». Но милость – это не всегда то, что все так хорошо, все так позволяется. В первой главе, в девятом стиху сказано, с 7. пантера. С 7. пантера. Ну, не меня узника его. И что я хочу сказать, не стыдись свидетельствовать о нашем Господе. Не стыдись свидетельствовать. В это время каждый из нас должен подумать. С 7. пантера. С 7. пантера. 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 И во втором псалме сказано, что всякие такие вещи происходят, потому что цари, они, цари и народы, они не признают Бога Богом, они противостоят Ему. И в этот момент очень важно, что мы, которые являемся детьми Божьими, что мы говорим? Насколько мы увеличиваем это Божие царства, насколько мы говорим о Евангелии, чтобы свет Евангелия в нашу, потому что Евангелия, она соединяет народы, они разделяют их. Мы должны больше об этом говорить, и тогда будет меньше сор, будет меньше войн. И в этом смысле мы отвечаем каждый перед Богом. Он нам дал этого духа силы любви и целомудрия, чтобы мы могли остаться этими хорошими сосудами. И нет более доброго дела, как принести Евангелие для другого. Ты со мной, это так? Тебе ведь тоже кто-то принес Евангелие, и ты ведь ему тоже благодарен? Ты помнишь, который человек пришел к тебе и принес это? Ты не должен поклоняться этому человеку. Но ты можешь сказать Богу спасибо за этого человека и вспоминать его в своих молитвах. И так мы будем связаны невидимами сетями. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да. Да, 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 да. Да, да. Значит он разрушил власть смерти. Целизгайсмать живописи. Я вившава жизнь. У неизнечивая ревангелия. Как прихожить жизнью через проповедь ревангелия. Зелтатраукс. Пац годаймакай страукс. Золотым сосудом чести, если ты позволишь жизни пройти через тебя. У тебя Павел сакает, талабо, ясно есноц пар вестниси, апостолу и мацитая. Далее Павел говорит, для которого я поставлен проповедникам и апостолам и учителям язычников. Я хочу сказать то, что он должен говорить излазот шоу святой гару гудриву, святой гару айцене, шоу Кристос айцене, царь себе. Пускай это лео йот рунат. Призвание через себя позволяя говорить. Но можно и говорить и другие вещи. У тапец Павел шоу титу маца. Тимофея маца. И потому Павел в этом послании и учит Тимофея. Он учит его. Он говорит о призвании верный. Он пребывает верный ибо себя, отречься не может. Но мы знаем, что его милость выше закона. Даже если мы что-то не выполняем, но стараемся, он поможет дополнить нас. Главное, это ценности быть самым, измениться. Но самое главное, стараться измениться, быть на... Клют по шоу.